Уважаемые пешеходы, соблюдаете меня? Главное движение. Посидеть в патрульном автомобиле и разобраться, как всё работает, это на самом деле лишь небольшое развлечение для кадетов-инспекторов. Способ подогреть интерес к новой миссии этих школьников. Я хочу теперь быть полицейским. Быть кадетом, помощником автоинспектора – это большая ответственность. Стать примером для ровесников, соблюдать правила самим и напоминать об этом другим, даже родителям, хорошо учиться. 13 учеников школы села Щербакова решились на этот шаг. В управлении ГИБДД уверены, что детям можно и нужно доверять такие серьёзные задачи, даже если им всего по 8 лет. С такого возраста дети впитывают более сильно, эмоционально всё это, и правила дорожного движения, и правила поведения на дороге. И также с этого возраста, если мы начнём прививать, как говорит статистика, мы сокращаем количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. К слову, юные инспекторы доказали своими рассуждениями, они достойны носить форму. За действиями тоже дело не станет. Я кадет. Я буду помогать старшим, младшим. Как ты думаешь, справишься с такой задачей? Да. А что нужно делать, чтобы справляться? Нужно трудиться. Кадеты – это для меня важное звание. Я хотела быть, я думала стать обычным школьником, но вдруг я стала кадетом, и моя жизнь изменилась. Ух ты! Я стала кадетом, получила это удостоверение, и поняла, что я стану в будущем полицейским. А что нужно для того, чтобы быть кадетом, потом стать полицейским? Каким нужно быть? Дисциплинированным, важным, строгим. Госавтоинспекторы будут ежемесячно проводить с ребятами уроки и мастер-классы, а кадеты, в свою очередь, передавать знания своим друзьям в родной школе. Сегодня в торжественной обстановке они произнесли клятву, получили удостоверение и напутственные слова. А в Алексеевском округе работают 9 кадетских классов помощников-сотрудников ГИБДД. Это порядка 180 детей. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогоря.